Ну что, я думаю, мы все понимаем, что произошло, и ты понимаешь, и я понимаешь, и он понимает, да, случившемуся вчера есть конкретное название, экономический кризис, в который нас в очередной раз завели наши чудо-правители. Мы думали, что это дно, но снизу постучали. Стоимость углеводородов, от которых целиком и полностью зависит вся российская экономика, в понедельник рухнула по самое «мама не горюй» более чем на треть, до 31 доллара за бочку за собой вниз. В смысле, нефть потащила и российский рубль. Национальная валюта подешевела примерно на 15%, и это пока. Сейчас ждем резкого рывка, точнее, скачка цен буквально на все. Почему? А потому что мы ничего не производим, ну или почти ничего, кроме галош. Мы зависимы от всего мира, причем по любой группе товаров народного потребления. Хотел привести в пример смартфон, который ты держишь сейчас в руках. Да какой смартфон? В продуктовый магазин зайди, картошка, которую ты регулярно покупаешь. Посмотри, кто ее производитель. Ух ты, вот это поворот. Впрочем, генерал армии темных сил, Киселев, Соловьев, Скобеева, потешные войска режима уже во всеоружии. Намазали вазелином языки и губы и готовы врать до хрепоты в голосе. Будут сейчас раскрывать вселенский заговор. Обязательно найдут крайних, ну а нам-то с вами, естественно, беспокоиться не о чем. Подумаешь, кризис. В первый раз, что ли, мы с вами в заднице. Пора начинать обустраиваться. Это не пипец, это не пипец, это все пока что лишь остой, но не пипец, не пипец, пока что точно поживем еще малец. Это не пипец, это не пипец, не преувеличивая точно вторец. Расслабляемся и машем белем с полки огурец. Это спецпроект реальной журналистики программа Кремлевская обсерватория. Здесь мы поднимаем и обсуждаем самые абсурдные новости, появляющиеся в российских лентах. Сегодня кризис 2020. Начало, видимо, конца. Поехали! Разумеется, и вполне себе очевидно, что вину за случившееся надо на кого-то свалить. Кто виноват? Ну, не великий же пучхе, не бездарные чиновники из российского правительства, тем более правительство то только поменяли. Свистели, мол, это будет правительство прорыва. Вот, прорвались, ребята. Блин, что же делать-то? Чей косяк был? Саудовская Аравия. Вот где сволочи, желающие нам зла присутствовать. Понятно, что без Трампа не обошлось. Он, кстати, одним из первых вчера повесил ответственность на великую и могучую в том числе. Ну, и, я думаю, Навальный. Почему нет? Вот маски. Вспомните, в Москве на прошлой неделе в дефиците оказались. Мухой же историю распутали. Это сторонники Алексея Анатольевича скупили те маски, попрятали где-то. На Минздрав потом бочку покатят. Поэтому очень может так статься, что и с саудитами Анатольевич договорился с целью подставить великого кормчего. Ну, очень уж как-то не вовремя данный кризис в российские двери позвонил. У нас тут Владимир Владимирович на царство собрался. Даже Конституцию ради такого случая под себя менять не стал. Обошелся винегретными поправками. А пятая колонна эта проплаченная госдеповцами бах и таку бяку устроила. Коронавирус, о котором мы говорим, и он стал просто более ранним спусковым крючком той рецессии, которая должна была произойти в 2021-2022 году. Плюс ко всему здесь накладывается поведение наших властей, причем наших так называемых экономических властей. То есть, никто же не думает, что, например, выход господина Нового, кто-то бишь министра топлива и энергетики с переговоров с ОПЕК был его личным решением. Ну, серьезно, ребят. А что тут крайнего искать? Кто уже почти 20 лет тащит нас из одного кризиса в другой? Это первый момент. Второй. А по какой причине мы в эти неприятности вечно вляпываемся? Да потому что у нас с экономикой рулят бестолковые и жадные бездари. Абсолютно непрофессиональные, сто раз говорили россияне. Слезайте с нефтяной иглы и через два десятка лет мы по-прежнему привязаны к углеводородам. Развивайте свою промышленность, подсказывали нам сельское хозяйство. Занимайтесь наукой и... Опять мимо ушей пропустили. Более того, мы ведь еще и пальцы гнуть начали. Что произошло в конце прошлой недели? Для удержания цены на черное золото страны ОПЕК рекомендовали участникам рынка снизить объемы добычи. Это нормально. Когда на рынке присутствует переизбыток какого-то продукта, уменьшают объемы производства этого продукта. Все. Нет, сказала Россия, мы не будем ничего снижать. И жадность фраера сгубила. Уже в понедельник мы все увидели результаты того выпендрежа. То ли еще будет. Просто, господа, видимо, забыли на минуточку, что мировой рынок нефти это неизбирательный участок в Чертаново. Где руками зашуганных учителей накидали бюллетени с галочкой в нужном месте. И вот она победа. С нефтяниками оно так не работает. Не работает в данном случае вранье пропагандистов, которые уже начали грузить вату. Мол, а почему мы должны выполнять чьи-то рекомендации? Мы же самостоятельное государство. Сколько хотим, столько и добываем. Ну хорошо. Давайте объясню на пальцах, чем занимается ОПЕК. Представьте себе перекресток. Обычный, который есть в каждом городе. На перекрестке стоит светофор. Теперь представьте, что вы движетесь по одной из улиц. И вот в какой-то момент загорается красный. Что происходит дальше? Вы вынуждены остановиться. А почему? У вас что, сломалась машина? Нет, ваша машина исправна. Более того, вы только что прошли техосмотр. Поменяли масло. Заправили полный бак бензина. Да вам ехать и ехать. А вы вынуждены стоять. Может у вас документы не в порядке? Или вы выпили тоже? Нет. С документами все хорошо. Вы трезвы, как никогда. Тогда почему вы стоите? Пропускаете встречный поток машин. И вот сейчас переходим на язык пропагандистов. А не кажется ли вам, что в данном случае вы получаетесь ущемлены в правах? Почему какой-то светофор должен за вас решать, двигаться вам или стоять? Почему вы должны пропускать автомобили, в которых находятся совершенно незнакомые вам люди? Ну, ущемление гражданских прав и свобод налицо. А теперь давайте представим, что светофор тот гадкий убрали с перекрестка. Вняли там вашему возмущению. К чему это приведет? Правильно, к хаосу. Водители начнут ехать кто в лес, кто по дрова. Возникнет угроза множества аварий. Образуется страшнейший затор. Десятки. А может быть даже сотни людей пострадают или застрянут там на долгие часы? Я уже не говорю о пешеходах, которым вообще непонятно, как улицу переходить. А что послужило причиной? Да просто какой-то водитель не захотел постоять на красной 5-10 минут. Так вот. ОПЕК на нефтяном рынке выполняет примерно ту же самую функцию, которую выполняет на перекрестке светофор. Эта организация занимается регулированием рынка, и когда кто-то из участников пытается диктовать собственные правила, нарушается вся цепочка, что приводит к печальным последствиям. Мы их сегодня наблюдаем. Дамы и господа, у меня нет цели попинать наших чинуш. Просто так уж получается, что из-за некомпетентности пары козлов мы все дружно в очередной раз оказались в заднице. Пока мы он его не ощутили в полной мере, по сути первый день мы живем в эпоху разразившегося кризиса 2020, пока Центробанк пытается что-то там регулировать в плане рубля, пока мы говорим об апрельских и майских фьючерсах на нефть, пока в магазинах до продается товар, который закупался еще по божеским ценам старым, изюм начнется через пару-тройку недель. Впрочем, мне даже интересно посмотреть, о чем они станут врать, и в этот раз марсиан уже приплетут, или снова все к предсказаниям старушки-ванги попытаются свести. Все, это была Кремлевская обсерватория, спецпроект реальной журналистики. Будет день и будет пища, как говорится, лишь бы хватило ее этой пищи. Все, пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok